всем привет меня зовут крис и сегодня я хочу рассказать вам как сделать достаточно популярный сегодня эффект soft touch фотошопе и фигме итак готовы поехали итак первым делом у нас есть готовые фреймы заготовленным уже цветом и я не буду рассказывать как их делать ну надеюсь что вы знаете итак мы создадим прямоугольник со скругленными углами далее теперь нам нужно провести заливку заливку нас быть не просто однотонная а будет линейный градиент первая точка градиента цвет фона а вторая точка градиента чуть чуть светлее фона буквально ненамного настройки зависит от вашего монитора делайте угол градиента 45 градусов и все оставляем как есть далее заходим в эффект дроп shadow мы берем цвет тени света фона чуть чуть темнее отлично угол x 15 угол y 15 смотрите размер угла зависит от того какой размер у вас элементов так же как и блюр то есть допустим для достаточно большого элемента блюр должен быть 60 70 для небольшого я расскажу об этом позже он будет 20 40 отлично теперь немножко меняем непрозрачность первая тень готова далее создаем вторую тень нажимаем на плюсик берем цвет светлее фона x минус 15 y минус 15 объясню то есть у нас здесь было 15 15 здесь у нас будет минус 15 и минус 15 если у вас будет 5 и 5 соответственно здесь будет тоже минус 5 и минус 5 блюр одинаковый с темной тенью то есть 70 отлично давайте мы поправим непрозрачность готова можно даже наверное пробовать сделать 25 давайте попробуем отлично смотрите то есть когда у нас было 15 у нас чуть-чуть просвечивался фон по бокам теперь его нет все на этом эффект на темном фоне готов теперь давайте мы сделаем тот же самый эффект только на светлом фоне копируем прямоугольник удаляем у него тени и давайте мы сначала сделаем линейный градиент первая точка градиента в цвет фона вторая точка градиента чуть-чуть светлее фона отлично добавляем тени первая тень темнее фона угол 25 блюр сделаем 70 здесь аналогично то есть блюр будет 70 минус 25 отлично цвет в данном случае будет белый все работаем с непрозрачностью чтобы этот эффект был не таким ярким как у меня в данном случае до непрозрачность будет зависит конечно же от цвета фона то есть ну и конечно от цвета который вы выбрали теперь давайте посмотрим как это все применить допустим на логотипе беханса как у меня было сделано и так обращаю ваше внимание то есть смотрите у вас будет отдельный эффект для плашечки беханса и отдельный эффект для самих букв я объясню почему потому что у нас размер букв и ширина чуть толще чем плашка плюс но сам размер элемента чуть больше соответственно тень здесь будет гораздо меньшим размытием а здесь будет гораздо больше итак давайте мы сначала добавим градиент на оба элемента цвет фона чуть чуть светлее фона отлично изменяем угол градиента для каждого из элементов по отдельности и добавляем тени сначала мы добавим общие давайте сделаем пока 20 25 25 посмотрим нет мне кажется что нужно меньше попробуем 20 и 20 отлично меняем цвет тени выделяем опять оба элемента добавляем светлую тень размытие проверим какое у нас было 20 делаем 20 видим что у нас что-то не так с размытием да давайте попробуем 30 да мне кажется что так лучше меняем непрозрачность все теперь нам нужно поменять размер размытия сократить его до допустим до 15 сейчас посмотрим потому что у нас элемент небольшой плюс конечно же отдаленность здесь будет мне кажется даже 10 будет нормально давайте проверим 10 да так гораздо лучше давайте мы еще поправим посяки которые увидим все эффект склея морфизма для разных элементов фильме готов теперь давайте мы сделаем то же самое в фотошопе открываем документ у меня уже здесь есть подготовленные но не суть то есть суть на самом деле не меняется все одно и то же мы создаем прямоугольник со скругленными углами добавляем ему градиент с углом минус 45 градусов отлично добавляем к нему эффект тени первая тень угол минус 45 цвет чуть чуть светлее фона смещение 22 размах 0 размер 80 то же самое со второй тенью то есть только инвертированная 145 градусов непрозрачность 61 процент цвет фона темный разницы особой нет данный эффект можно сделать как фильме как фотошопе так и в xd вся суть именно в направлении тени давайте мы это рассмотрим то есть смотрите первая тень у нас будет под углом таким темная да а вторая инвертируется под абсолютно другим углом то есть вот так все ну и линейный градиент ровно 45 градусов из софтач элементы сделать очень просто главное понимать угол направления тени на этом все буду рада если вы подпишитесь на мой канал ну и конечно же в инстаграм и так далее спасибо